Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Мы озвучиваем занятия, которые я проводил в 90-е годы в Потеряевке. И тема, что послучалось, на ту тему и разговор шел. Тема разборки. Тема эта вызвана тем, что некоторые не ходят на наши воскресные занятия, которые проводятся в лагерестане в Потеряевке. Спрашивают Женю Янчука Дьякона, почему же он пренебрегает занятиями? Если дело во мне, тогда сегодня же отдаю вам вести их. Но без занятий нельзя. Люди просят, души жаждущие есть. Если же не любите Слово Божие, тогда вопрос не разрешится на земле никогда. Отвечают, ходил бы, да тут одни разборки. 91-й год. 91-й. А сегодня уже 16-й год. Ну что, получается, 25 лет и так не ходят. Никогда, ни зимой, ни осенью. Ни летом никогда не ходят. Это вообще полное пренебрежение. Ах, вот как. Ну тут эту причину и выявлять не нужно. Она сразу же и выявляется. Дело в том, что Женя не ходил на занятия и в Барнауле, в университете, где занятия идут уже 10-й год. Там у нас нет никаких разборок, потому что идет учение по программе, изучение Нового Завета, в толковании святых отцов Православной Церкви. Тут же подала голос Вера Федоровна Золотова, что и ей не нравятся разборки. Да, повторяю, что моя задача как раз в этом и состоит, чтобы занятия были по Слову Божию. Чтобы было оно живым и действенным, не мертвым. Чтобы Библия заговорила с нами на каждом шагу, заговорила простым и понятным для нас языком. И здесь занятия идут уже по темам, а темы вызваны чем-то, происходящим здесь. Какое бы ни было тут происшествие, оно уже найдет свое отражение в наших занятиях. Укажу вам причину вашего пренебрежения занятиями, если другой будет вести занятия, а они не любят Слово Божие. Если будет другой вести тут занятия, они найдут другую причину, или назовут скучными эти занятия, или уже им все тут известно, что они лучше дома послушать запись златоуста на пленках. Вам страшна живая жизнь, живая мысль. Вы будете снова давиться дохлой колбасой своих мыслей. Я ухватился сразу же за это слово и решил провести занятие о разборках. С разборки начинается мировая история. Бог разбирает завал, преградивший встречу его с Адамом, и попрошает первозданного земнородного. Где ты? И потом ведет допрос. Это и есть самая настоящая разборка. Потом допрос Еве, и разборка преступления заканчивается наказанием всех участников разборки. Теперь разборки идут в школах, в семьях, в армии, в монастырях. Нет того места среди живущих на земле, где бы не было разборок. Что же вас так смущает это слово? Что-то приблотненное послышалось вам из этого звука? Это как раз от того, что не ходите на занятия. Вы не просто отстали от слушателей, а вообще сделали с чужими. Вы даже речи Писания не понимаете, а только смотрите и не видите ничего. Ушами слышите и не ухватываетесь разумом заслышанное. Теперь остается бежать и таиться. Не нужно делать разборки только в одном случае, когда ты уже обещал Богу что-то и отдал, и теперь решил бы забрать обратно, как из пожертвованного на дело Божие. Левитам. Не должно разбирать, хороший ли то, или худой, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замене его будет в святынею, и не может быть выкуплено. Непрерывная разборка идет между государствами, где было что-то нарушено. Или границы, или не платят на долги, или попался кто-то с их стороны, или в мире зверей всегда идут разборки между скотом домашним, и между дикими зверями. Главная причина – борьба за лидерство. Причина разборок – их происхождение идет с неба. Началось с неба это явление. Исайя 14 глава, Иезеки 28 глава, Откровение 12 глава. Попадение дьявола. С этими падшими ангелами предстоит еще грандиозная разборка Господа Бога после окончания мировой истории. Книга Откровения. Итак, веселитесь в небеса, и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. После разборки, после войны, при ведении приговора, над непокорными раздался этот радостный клиш. Этот же возглас и слышится и на земле, когда наступило время разборки с дьяволом. Исайя. Радуйтесь небеса, и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой, и помиловал страдальцев своих. Клеветники день и ночь ходят по домам. И что же, мы должны смотреть на их разрушительную работу и ничего не говорить? Это будет преступление против живых и против уже умерших. Кого отравили эти падшие духи? Они ищут себе соратников. Им кажется, что они делают великое дело. Почему же они ни одного человека еще не нашли за все эти годы в мире? Ни одного в нигде. Потому что они трупы. Вот у Стиновых, ребята, Роман и Кирилл, заходили к Саше в мухе во двор. Спрашивая жену его, уважает ли он их? Она замотала головой. Да нисколько. Она никого не уважает, потому что... Он! А он никого не уважает, потому что дух отчаяния и злобы исказил его сущность. Он презирает их низкий уровень развития. Но они могут подняться. А ты сможешь ли, когда ты поправил все, что тебе Бог давал? А давал так много гордому дубу, возвысил и изнизверг Господь падшего Херувима. Он же отвечает. На первых порах они мне разгодятся. А если бы не яма греха, куда он пал, то что бы было? Конечно же, потруднее было бы, но крестный ход решил бы все в один момент. Тут ему и мать не помогла бы со своими адвокатами. К чему уже все шло? Он называл наш устав поганым. Устав стоит и сияет, а они все рассыпались, как мошкара и муха. Лезли к дружинину. Как кисту Бог выдрал, нужно было уже разбираться в суде и в прокуратуре. От них все отвернулись. На Бог дал помощь в лице нищелинов нашей общины. Миша Никитин часами там околачивался. Петрович, Петрович, матушка к нему зацеплялась, липла. Все сникли. Удар был потрясающим, низвергнут. Умер под следственным. Тебя еще не зажимали эти клещи? Ходи осторожно. Клещи. Клещи. Клещи это те, которые сцепляются вот это. Клещи. А клещи это то, как ножницы хватают. Я понял. Ходи осторожно, ибо грех лежит у дверей, или уже залез в сене. Сегодня это слово разборка употребляется в разборе криминальных структур. Съехались, постреляли друг друга. Я бы никогда так не назвал темы занятий, но они хотели унизить наши занятия этим словом. Теперь же я хочу возвысить это слово разборка до нужного уровня. Этого слова нет в Библии. И это нас не должно пугать. Мы найдем аналогичное явление, но под другими соусом. Слово разборка происходит от слова разбирать, растаскивать завалы. Оно встречается в Библии всего 10 раз. Стоит разобрать каждое из них. Изучение Библии называется разбором Слова Божия, Деяния. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая описание, точно ли это так. Но когда идет спор об учении об именах и о законе вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьею в этом. Откройте словарь Ожегова. Далее. Посмотрите, вы разумеете, чем же вы решили наши занятия унизить. Вы этим возвысили. Вы сами дали знать, что у вас не схоластические посиделки, не трухлявые и пыльные мешки с заплесневелым хлебом и тухлой водой, а живое слово, которое режет вас, и вы боитесь прийти. А потом бегаете, выпрашиваете эти записи наших занятий, свои же слова опровергая. Вы же этим самым подтверждаете, что занятия наши достигли цели, что не хватает за живое, делает вас из бесчувственных чувствительными. Вы засуетились, забегали, заобежались по-настоящему. Это же хорошо, прекрасно. Это значит, что я добился, чего хотел. Повторяю, что это очень хорошее слово. Вот здесь начали строиться и вокруг одни железяки, крапива и завалы бурелома. Мы начали строиться с разборки этих дебрей. Нужное приберем к рукам, что нам надо. Мы это переложим к себе, оно уже не бросовое, а ненужное на свалку. Вывезем, сожжем. Мы около шести дней в этом саду, называемом парком, где скалы наши теперь около коровника разбирали завалы. Адам в разборке пытается на Бога свалить вину, что он дал ему жену, которую Адам и не просил. Если уж по большому счету это правда, нигде о том и не написано. Адаму было и так хорошо, со зверями бегал, прыгал, гладил за ушами. Ты дал мне ее, вот ты и отвечай сам. Но не так было. Бог видел, что ему не нашлось подобного и предвосхитил его просьбу, ибо он и не знал бы, чего простить. Разборка заканчивается изгнанием из рая. Если нет подведения черты, то смысл разборки в чем? Дьявол виновник, и Ева так и указывает на него бытие. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змея обольстил меня, и я ела. Змей уже допрошен был раньше, когда началась с ним война на истребление и изгнание с неба. Он снова потерпел поражение. Но объект его нападки человек, теперь всю свою историю будет приглядываться к нему. Правда ли он обещал? Но змею точно так же дается эпитемия, наказание, бытие. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, прокляты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Откровение. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Бог разбирается сейчас с Россией. Меня не трожь, меня не обличай, вывели себя из-под критики. К царю не прикоснись, все святые молчат, даже Иоанн Кронштадтский, умница, но нигде ни слова не сказал обличительного царю. Почему? И ни царскому дворцу, ни Феофан затворник, ни Серафим, ни Тихон, чудотворцы, все святые и молчок. Только какой-то Авель все говорил, ни глаз Златоуста. Почему? Об этом был приговор России и царскому дворцу. Дворян не трожь, про князей и говорить не нужно, про баронов и не поминай, к священнику не подойди. Можно было староверов сжечь, громить Льва Толстого, а этих всех вывели из-под обличения, как ныне сказали бы, из-под критики. Пытаются сегодня показать, что якобы была такая страна, где ее даже называли Святой Русью. Да не было такой Руси ни дня, ни часа. Все это блеф, мистификации, чудовищный самообман. Была языческая и полуязыческая неевангелизированная страна, где Слово Божие вообще никогда не имело авторитета. Только последнее полустолетие перед революцией через Тунду и узнали, что Бог есть Дух и таких себе поклонников Он ищет. К священникам так относились. Если идет поп, то перейди на другую сторону улицы. Так у нас к милиции культурные люди относятся, даже из самого высшего общества. А откуда известно, скажешь? Степняк Равчинский, Якуб Колос, Помолю, Помеловский, Лесков Николай Семенович, Белинский, Лев Толстой, и не только они, но и Достоевский, Гоголь, о том же писали, и Пушкин, и Некрасов. Даже по церковной литературе можно догадаться, в каком же состоянии находился духовный класс священства. Бог и начал разбираться, разгребать эти завалы. Тоже могли тогдашние Жене в веру упереться и не пойти на разборку, жаловаться перед бегали бы. Но тут пришли краснозвездные острошлемные витязи без страха и упрека и поволокли. Как Феофан говорит, хочешь или не хочешь, а потащат. Подобрал, подмел сто миллионов. Головы, как арбузы, покатились вместе с митрами. Вынул и кровью замыл. Выдал. Не поняли ничего? Бог готовит повторение. Мать учения. Новый Лейбат Роцкий где-то уже родился, уже бегает, свечки зажигает в патриархии московской. Он не может не появиться. Слишком уж громко его зовут. И будут искать, где послушать Библию пророкам и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово в Новый Жириновский где-то живет. Он найдет нам право. А сегодня ни слова... Он найдет нам право. Ну какие? Он найдет нам права. Права, да. А сегодня ни слова не скажи. А что ты мне тычешь, на ты называешь? Да мы с Богом на ты разговариваем. Вы это множественное число. Вроде бы уважительная форма обращения на вы. А на самом деле ничего тут уважительного и нет. Вся Библия словом вы называет во множественном числе. Также и все каноны церкви на соборах и все святые отцы так говорят. Откуда эта блажь пришла? Мы царь Николай подражание Богу как в Библии написано по образу нашему. Ну это уже хватили через край. Нам-то что мыкать? Как коровы мычать научились? Далее идет разбор между Каином и Авелем. Вот первая бандитская разборка. Каин убивает родного брата бытие. И сказал Каин Авелю брату своему пойдем в поле. Когда они были в поле восстал Каин Авеля брата своего и убил его. Убил его. Как съедается окончание всегда. Его чтобы прослышалось это. Это далеко до микрофона и там вообще не будет слышно. Почему? И убил его. Почему он его убивает? Нам даже и непонятно это. Но вдруг евангелист Иоанн через 5555 лет говорит 1 Иоанна не так как Каин который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то что дела его были злы. А дела брата его праведны. Евреи. Веру Авель принес Богу жертву лучшую нежели Каин. Ею получил свидетельство что он праведен. Как засвидетельствовал Бог о дарах его? Ею он и по смерти говорит еще. Причина всплыла только в Новом Завете а до этого и богословы и пророки нигде об этой причине не упоминают. Разборку с оставшимися киллером устраивает сам Бог. Разные происхождения их с братом его Авелем. Так как же так что один от дьявола а другой от Бога когда родила их одна мать Ева значит повивальной бабкой тут был сам сохранила нам такое описание его младенческих дней что видели родители будто его ангелы огненными пеленами пеленали того кто будет облегчать царей и кормили его огнем от него будут трястись вся земля и даже безбожники будут бояться 2 августа дня пророка Илии как бы что в этот день не случилось на покосе разборка заканчивается приговором от Бога и сказал Господь что ты сделал голос крови от камней от земли и ныне проклятый от земли которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей когда ты будешь возделывать землю она не станет более давать силы свои для тебя ты будешь изгнанником и скитальцем на земле разборка между Моисеем Дафаном Авероном и Кореем они говорят против раба Божия вождя народа хульные слова числа и собрались против Моисея и Аарона все общество все святы и среди их Господь почему же вы ставите себя выше народа Господня мне очень хорошо слышатся эти слова этими же самыми поносными и укорительными словами будут и здесь давиться последователи этих вольнодумцев у них было и кадила и ризы и они уже образовали свое общество свою секту но разборку проводит уже не Моисей но сам Бог взял процесс в свои руки числа и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом и кого изберет Господь тот и будет свят полно вам сыны левины лишь только он сказал слова стей и рассела земля под ними и разверзла земля уставства и поглотила их и домы их и всех людей кореевых и все имущество и сошли не совсем что принадлежало им живые в преисподнюю и покрыла их земля и погибли они из среды общества и все израильтяне которые были вокруг них побежали при их вопле дабы говорили они у нас и у нас не поглотила земля у нас конкретно было это Сашин мухой он начал организовать другое место занятий в городе набирать свое общество я искренне обрадовался чтобы в двух местах шли занятия это же здорово но сразу же поинтересовался какие у тебя будут с собой материалы без нашего материала ограничений о чем ты можешь говорить а если люди будут приходить каяться то куда ты поведешь в общину нашу или куда там видно будет тогда я не знаю он же еще числится в общине и уже так ведет себя как дофан отдельно все и где-то наводящими вопросами я провел ему грань за которой у него уже зияющий провал я сказал что это все выдумка при таком положении он дурит просто дурит дурит просто так и оказалось что это был бред и сейчас тут придумали что только отремонтируют комнату у яичука Жени будут вести занятия в первую очередь получить благословение на это а во вторых кто туда пойдет к тебе когда ты такой нелюдимый что поздороваться с людьми тебе тяжело может быть сосед к тебе через дорогу перескочит на один раз с Мишей будешь заниматься это если после работы выпить брашки а так вина не напокупаешься ему это нужно ему это нужно а не твои занятия сначала просветись разум свой сначала проверь себя что за цель у тебя а я вижу что замысел тот же остался а под отделением замысла не оставлены только у них нет лидера как и вдохновитель Лариса говорила они думают так я буду говорить я буду привлекать это все высев на чужом поле я буду их травить на этом принципе ничего не строится римлянам при том я старался благовестовать не там где уже было известно имя Христова дабы не созидать на чужом основании к новым людям не пойдут а будут только отравлять уже ставших членами общины нашей они же нелюдимые эгоисты и собой и своим нигде не пожертвуют а если что-то сделают как Игорь Муравлев то будут жаловаться что много истратили на наши материалы духовные которые раздаются в городе бесплатно лучше бы он проел это сегодня Саша больше всего беспокоит это почему он должен соглашенными выходить значит немало это дело исполнять этот возглас он даже остался после богослужения когда был здесь наш епископ Евтихий и к нему подошел с этим вопросом а епископ ничего тебе не ответил он же не будет разборку тут делать он же знает что тут батюшка разобрался он начал что вроде за то что бороду обкарнал наполовину подрезал да не за это а за хамство за противление за восстание против установления и канонов церковных чего же ты лезешь когда изгнан справедливо и нужно теперь плакать за дверями а он и тут продолжает мутить как демон возле обители райской у Саши телевизор сейчас все заменил нет уже ни молитвы ни поклонов ничего нет а нахальство да приизлиха полюби сначала Бога Христа православную церковь полюби святых его как жития о них пишут полюби молитвы к ним полюби поклоны посты а если мы спим с открытым ртом как с корытом до ночи ни разу на молитвы не встаем и не перекрестимся то что у нас будет маленькая болезнь уже в церковь не иду по двору шатаюсь хожу а в церковь не пойду бывает человек недвижимый когда нерв защемило не повернешься это льгота на полдня 2 коринфянам испытывайте самих себя верили вы самих себя исследуйте или вы не знаете самих себя что Иисус Христос в вас разве только вы не то чем должны быть Стефана Сербского на кровати приносили так он хотел и ко Христу приносили лежащих на одре болезненно тут к службе церковной отношение такое подумаешь она никуда не денется это же не Христос а если бы ты приходил то может быть какое-то слово и пристало бы к тебе Илья пророк делает разборку с жрецами Ваала они могли бы и не пойти как дьякон Евгений на занятия чем заканчивается Третье Царство и сказал им Илья схватите пророка Вааловых чтобы ни один из них не укрылся и схватили их и отвели отвел их Илья к потоку Кессону и заколол их там ну-ка прочитай так чтобы ясно слышал с окончания ни один из них не укрылся и сказал им Илья схватите пророка Вааловых чтобы ни один из них не укрылся вот так и схватили их и отвели отвел их Илья к потоку Кессону и заколол их там 850 голов отрубил сразу у нас было на лагерь нападение от Коршинского к Калмогорова Сергея мы отодрали его бещен по заднице связанного мы его отвезли в милицию и все за него еще Семен Сисков приезжал ходатайствовать и разборка наша закончилась тем что он просил прощения и обещал никогда не приезжать сюда не по вашему рассудили а по делу не должен же я отдавать отдать ему детей на откуп рыбачить апостол Павел не постеснялся устроить разборку апостолу Петру Галатам когда же Петр пришел в Антиохию я лично противостал и показывает как это было все это прочитать можно будет дальше Павел да на кого ты голос возвысил это же камень его Христос выделял а ты так унижаешь его если бы не Варнава то тебя никто не принял бы а ты его зацепил при всех позоришь разборки устраиваешь ты же был в то время главный гонитель церкви Христовой и что чья же линия версия победила конечно же Павлова об этом и читаем в Деянии 15 глава всегда нужны решительные действия в разборке разборку нужно начинать немедленно при том мне нравится поражение Наполеона главное ввязаться в драку а там видно будет и вот апостол Павел ввязался в эту разборку и выдержал хотя на его сердце и было волнение Яровал то есть Гедеон разрушил вдруг ночью объект поклонения его соотечественников встали утром а поклоняться и некому взяли за оружие убить его но к нему на помощь пришел отец в этой разборке было положено начало спасению страны а Бог дал победу над лютым захватчиком и страна получила национальную независимость судей затрубили все три отряда трубами разбили кувшины и держали в левой руке свои светильники а в правой руке трубы и трубили и кричали меч Господа и Гедеона один раз встречается в Библии когда человек устраивает разборку Богу при том такую что Бог заговорил с ним на стороне Бога выступило четыре человека а на стороне того кто Богу устроил разборку никого не было и этот человек выиграл процесс читайте книгу Иова и разговоры ведет с Богом без придыхания ну как с близким ему другом ты не прав Господи ты вызови меня на суд я тебе докажу что я прав прочтите книгу Иова и вы увидите это Бог видел ее искренность и не осудил его а заступников за Бога чуть не отверг Иов и так возьмите себе семь кельцов и семь овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву и раб мой Иов помолится за вас ибо только лицо его я приму дабы не отвергнуть вас за то что вы говорили о мне не так верно как раб мой Иов а в четвертом селиуем Бог даже и разговаривать не стал Златоуст называет этого юношу безбожником только за Бога так уж они ратовали что нахваливали Бога и все прошло мимо очень даже не по нашему рассудил Бог я не призываю чтобы с Богом так разговаривали но это нам для рассуждения каждый раз напоминаю о псалмопевце и царе Давиде сколько он накуролесил в жизни сколько он обезобразничал такие страшные беды принес тысячам людей но был самым любимым у Бога за любовь его и уже внуки правнуки получают помилование ради Давида разборки делаем языком Иов не ухо ли разбирает слова и не язык ли распознает вкус пищи пищи нужно делать разборку словам какие они немертворожденные ли Иов сам любил производить к разборке Иов отцом был я для нищих и тяжбу которую я не знал разбирал внимательно ибо ухо разбирает слова как гортань различает вкус пищи притч праведник тщательно вникает в тяжбу про бедных а нечестивый не разбирает дело Иеремия он разбирал дело бедного и нищего и потому ему хорошо было не это ли значит знать меня говорит Господь Бог любит разборки и побуждает к тому чтобы мы делали тщательные разборки помогали установить правду и разрешить вопросы по справедливости кто не производит разборок то человек безучастный безразличный такой как Женя которому все трын трава он ни во что и нигде не встрянет из дома носа не покажет будет в окно только подсматривать куда я пошел выгнал ли меня Митя из дома это уже из области мифотворчества желаемый он выдает за действительное ну вот видишь как безразличный он не устроит разборку а ты это же про тебя написано ты никогда нигде не встрянешь а видно что внутри у тебя там закипает а ты думай порог Керемия сделались тучны тучны жирны переступили даже всякую меру возле не разбирают судебных дел дел сирот благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда разборками занимаются все правители суды деяния повели вы нам обвинителям его идти к тебе ты можешь сам разобрав узнать от него о всем том в чем мы обвиняем его а это за Павлом пошли не разбирает тел нечестивые люди Иоанн Златоус занимался непрерывно разборками этим же занимались филенские поместные соборы так против кого же вы восстаете если я не безразличный к делу Господню к восстановлению деревни к созданию общины к вашим безобразиям к безумству то это вам и не нравится вот это и обличает вас как людей неверующих совершенно бездуховных враждебных духу Евангелия мир начался с разборки закончится страшной вселенской разборки которая так и называется страшный суд все будет разобрано и разложено по пунктам мы говорим о разных грехах зная что они не одобряются и у внешних и у неверующих но есть грех за злословие он стоит в ряду плотских грехов за которые тоже придется отвечать и очень строго это слово в Библии встречается 63 раза и слово злоречие 12 раз и ни разу в положительном смысле стоит просчитать хотя бы вот эти места чтобы уже остановиться в злословии того чего не понимаешь так и со словом разборка они хотели наши занятия осудить но помогли нам еще более закрепиться в наших занятиях и не другом этих занятий показать как они ошибаются не занимаясь разбором слово Божие живя совершенно безразличной проступком своим и ближних жизнью ибо слышу злоречия многих отовсюду ужас когда они сговариваются против меня умышляют исторную душу мою 1 Коринфиана ни воры ни лихаимцы ни пьяницы ни злоречивые ни хищники царство Божие не наследуют Ефесянам всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречия со всякой злобой да будут удалены от вас 1 Тимофея тот горд ничего не знает но заражен страстью к состязаниям и словопрением от которых происходит зависть распри злоречия лукавые подозрения 2 Тимофея ибо люди будут сластолюбивы стребролюбивы горды надменны злоречивы родителям непокорны неблагодарны нечестивы недружелюбны 3 Тимуда Соломона итак хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка ибо и тайное слово не пройдет даром а клевещущие уста убивают душу Исайя послушайте меня знающие правду народу которого в сердце закон мой не бойтесь поношения от людей и злословие их не страшитесь Яков не злословьте друг друга братья кто злословит брата или судит брата своего того злословит закон и судит закон а если ты судишь закон то ты не исполняешь закона не исполнитель закона но судья Сирахов уловлен будет ими грешник и злоречивый и надменный приткнуться через них 2 Тимофеевская жители надеясь на крепость стен и запас продовольствия поступили очень дерзко злословие бывших сауды богохульство и произнося неподобающие речи исход кто злословит отца своего или свою мать того должно предать смерти левитам выведет блажен злословие 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 никого не злословить быть несварливыми но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам откровение знает выделай скорбь и нищету впрочем ты богат и злословие от тех которые говорят о тебе что они иудеи а они не таковы но сборище сатанинское можно ли жить без разборок конечно можно если мы согласились заживо умереть где нет разборок там болот и тлен какая бы страна ни была но пока при этом строит существуют суды и есть возможность защищаться что само по себе есть счастье то до тех пор не будет взят удерживающий теперь от среды то есть римское право справедливости которое сохраняется духом святым деяние царь и гриппа почитаю себя счастливым что сегодня могу защищаться при тобой во всем чем обвинять меня иудеи ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор пока не будет взят от среды удерживающий теперь в книгах маковейских описан закон рима на этих законах справедливости практически все государственные конституции строятся где нет маронархии там на этом стоят уголовный гражданский кодекс апостолы пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела павел требовал разборки у самого кесаря деяния ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойной смерти то не отвлекаюсь умереть а если ничего того нет в чем все обвиняют меня то никто не может выдать меня им требую суда кесарева кто же может делать разборки библия говорит определенно что только человек разумный а далее поясняешь кто такой разумный это тот кто вникает в слово божие кто занимается разбором слова писания стереть его жизнью и выполняет второзаконие изберите себе по коленам вашим уже мудрых разумных и испытанных и я поставлю их начальниками вашими сирахов как может сделаться мудрым тот кто волов и занят работами и которого разговор только в молодых валах так что же выходит что безбожник коммунист не мудрый конечно же он весьма безумный и дурнее некуда Псалом 13 сказал безумец в сердце своем нет бога они развратились совершили гнусные дела не делающего добро большевики безумцы творить могут только людоедские дела завалы из трупов сделать потом же реабилитировать десятки лет невинные жертвы своей завакханалии вурдалаков и людоедов разбирать по уставу церковному да и по писанию к службе должно относиться с благоговением и не разговаривать даже шепотом как нарушала Надежда Васильевна так и продолжает нарушать сегодня шепчется соськой махоньки или в ответ так меня же спрашивают ну и пусть спрашивают тебе то какое дело ты будь верен Господу вот и разбираться начал с ней нужно или нет ставить человека на место или пусть продолжают нарушать и распространять на других обиделась взвилась на меня но перетерпим я ради Господа а ты ради своей прихоти дерзишь а дерзость мать всех пороков ваш церковный староста совершенно чужой для церкви он не смотрит нисколько за порядком стоит сам по себе он за своим свинарником смотрит лучше чем за храмом вы все почти такие вы все почти такие безразличные не храму храму повествовательная невопросительная видно что оборванная все слава богу ну и как разборки должны быть? должны конечно но